Продажи кроссоверов Skoda Karoq начнутся 14 февраля. Вначале на рынок выйдет переднеприводная модификация с турбомотором и восьмиступенчатым автоматом. Причем Skoda пересмотрела начальную цену. Объявленный в декабре 1 миллион 515 тысяч превратился в полтора миллиона. Еще более доступный безнадувный Karoq с механикой или автоматом появится не раньше апреля. А полноприводные машины с турбомотором и роботом дойдут до продавцов не раньше октября. Простейшей комплектацией окажется Active. Ее удастся заказать только с атмосферным мотором и механической коробкой. Но это будет позже. А уже известная Ambition включает 6 подушек безопасности, систему стабилизации, двухзонный климат и круиз-контроль. Версия Style это вдобавок платформа SmartLink для подключения смартфона, безключевой доступ и руль с подогревом. Концерн GM вложит 2 миллиарда долларов в реконструкцию завода Detroit Hamtrenk. До сих пор предприятие выпускало седаны Cadillac City 6 и Chevrolet Impala. Обе модели уйдут в историю, а их место займет возрожденный Hammer. Напомним, что закрытая 10 лет назад марка специализировалась на больших внедорожниках. Но теперь Hammer уготовано электрическое будущее. Претерийный автомобиль представят США 20 мая. Тизер подсказывает, что Hammer станет моделью марки GMC. Продажи начнутся осенью 2021 года, но первые характеристики удивляют уже сейчас. Больше тысячи лошадиных сил, почти 16 тысяч ньютон-метров на колесах и 3 секунды до 60 миль в час. Продолжение следует...